В данном случае имеет смысл обсудить прошедшее сегодня заседание Центрального банка Российской Федерации. Мы это сделаем с экспертом. У нас сейчас на связи Владимир Жанковский с компанией Норд Капитал. Владимир, я вас приветствую. Ну и попробую изменить традиции. Все-таки не обсуждать с вами внешний фон, а начать именно с российских историй. Сегодня ЦБ РФ принял решение повысить... А я бы хотел внешний фон как раз обсудить. Решение по процентной ставке, считайте, не влияет на рынки никак. Я просто слышал комментарии Михаила, но частично. И вот там у меня были свои соображения по поводу заседания ФРС 11-12 числа, что в принципе сейчас смотрят... Коротенько, да. Что сейчас смотрят на Бена Бернанке как на последний шанс примирить республиканцев и демократов. Потому что автосеквестирование это очень плохая будет история. Имиджевая плохая история для США, потому что впереди еще не забываем дебаты по поводу повышения планки госдолга. И вот что скажут Бернанке в этом контексте тоже очень важно. Владимир, вернемся к нашим Центральным банкам. Центральный банк Российской Федерации принял сегодня решение повысить с 11 декабря на 40% ставку по депозитным операциям и снизить на 40% ставку по рублевой части сделок валютный своп. Но вот сама эта формулировка, я думаю, обывателя пугает и непосвященного человека. Поэтому надеемся, что Владимир, вы прокомментируете сегодняшнее решение ЦБРФ. И на ваш взгляд, оно как-то влияет на российский рубль, на российский рынок акций? Или все-таки это формальность, не более того? Понимаете, значит, Министерство финансов повысило прогноз по оттоку капитала на следующий год снова. То есть оно его сначала понизило до 66 миллиардов, потом снова повысило. И вот таким способом ЦБРФ пытается нивелировать хотя бы частично вот эту такую очень досадную для нас тенденцию, которая продолжается уже третий год и которая нам очень плохо, очень портит счет текущих операций, да и вообще подкашивает национальную валюту рубль. Поэтому ничего другого не остается, кроме как привлекать иностранные капиталы более высокими банковскими депозитами. Я, честно говоря, считаю, что это весьма неоднозначное решение, потому что мы сейчас, как говорится, вот как жираф над, так сказать, саванной выглядываем над всеми, с нашими ставками. Но, тем не менее, вот если таким способом удастся задержать деньги в России, в конце концов, чем черт не шутит, как говорится, возможно, эти деньги со временем перейдут на какие-то другие рынки, сначала, например, на рынок УФЗ, потом осторожно вернуться, например, постепенно на фондовый рынок. Такие, наверное, есть соображения. Но, в общем, каким-то образом надо задерживать здесь деньги в России. Ясно, что с четвертый год, пятый год с этим мириться нельзя, потому что нефть уже больше не растет теми темпами, которыми она росла в 2010 и в первой половине 2011 года. Спасибо, это был Владимир Жанковский, компания Nordkapital.